И всем привет ребят, с вами Сарвайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня мы вместе с вами обсудим одну очень важную тему и поговорим о новых появившихся проблемах в нашей игре спустя новое обновление, новый релиз, который вышел у нас в эту пятницу. Ну а перед тем, как мы все это дело обсудим, если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте их поддерживать лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и также не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, прямо сейчас проходит у нас розыгрыш по моему личному тегу, который можно установить в настройках игры в аккаунтике, вот здесь вот устанавливаете ТМП, дальше оформляете покупочку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Что же касаемо обновления, то уже в эту пятницу вышла у нас обнова, связанная с изменением работы дронов, теперь у нас дроны не потребляют батарейки, хоть и батарейки до сих пор не удалены из игры, но батарейки больше дроны у нас не тратят, а именно защитник, бустер, ловкач, диверсант, гиперион, кризис, не тратят больше дополнительные батарейки, единственный дрон это механик, который продолжает использовать батарейки, ну и те дроны, которые еще не удалены, но будут удалены, да, то есть все остальные новые дроны не расходуют, ну вернее не новые, а те дроны, которые остаются, не расходуют батарейки, зато теперь расходуют дополнительное количество припасов. Сколько именно, сейчас об этом и поговорим. Защитник, бустер и ловкач дополнительно потребляют тот самый припас, который у них является приоритетный, то есть если у защитника это броня, у бустера это дд, у ловкача это нитра, то каждый из этих припасов хавается по 4 штуки за одно прожатие. Также у диверсана потребление мин за прожатие 4, у гиперриона за каждое потребление дополнительного припаса 2, ну а кризис дополнительные припасы не расходуют. Отсюда появляется новая проблема, что уже большое количество игроков за короткий период времени начинает терять безумно большое количество расходки определенной, да, то есть в зависимости от того, на каком дроне они играют. То есть я, например, столкнулся с той ситуацией и слышал много разговоров уже спустя лишь только 3 дня выходных о том, что те игроки, которые играли, например, на ловкаче, за день сливали по 2-3 тысячи нитры, да, просто улетало. Если раньше такой проблемы не было, то сейчас эта проблема как раз-таки появляется, и каждый игрок, который использует один из этих дронов, я имею ввиду защитника, бустера и ловкача, будет теперь сталкиваться с проблемой потребления большого количества батареи, я говорю, расходки, да, и один из этих припасов всегда будет очень сильно проседать, да. И я склоняюсь к такому мнению, то что все это дело может привести к тому, что игроки потихоньку начнут пересаживаться на того же Брута, да. Либо же, либо же, либо же игроки начнут играть на Гиперионе и как раз-таки Кризисе. Я считаю, что вот это альтернативный вариант, который в этом случае даже лучше. Ведь Кризис у нас потребляет по лишь два дополнительных припаса при прожатии как раз-таки расходки. Если на Кризисе играть максимально аккуратно и грамотно, как я, например, ну бывало отыгрывал на своем бездонат аккаунте, да, то есть, например, просто чисто проживаешь, например, ДДшечку и полностью ее прорабатываешь, да, не пережимаешь там 2, 3, 4, 2, 3, 4 там эту расходку, а вот именно встал, ДДшку прожал, 30 секунд отработал и получается, что если ты не пережимаешься, то ты по сути на Кризисе, да, имея повышенную степень своего припаса, будешь тратить меньше расходки, чем играя, например, на том же Бустере, да. И это, ну для меня лично такая, ну прям жесткая новость, да. И то, что теперь говорили у нас на протяжении долгого периода времени, что, например, Кризис супер затратный дрон, если на нем аккуратно и правильно пережимать расходку, то он может быть уже и не таким уж и даже не то, что труднодоступным, а затрачиваемым, да, то есть не таким затратным. Но, что касаемо Бустера и Защитника и Ловкача, то это да, это сильно бьет по кристальным запасам, да, ведь я уверен, что будут игроки покупать расходку из-за этого всего дела. Ну и искать какие-то альтернативные варианты, ведь припасы могут быстро уходить, и тогда придется играть на том же Бруте, как я уже сказал. Хотя я считаю, что в этой ситуации, да, если вы сталкиваетесь с такой проблемой, то лучше как раз таки акцентировать внимание на дроне Гиперион, который, по сути, будет хавать хоть и все припасы, но при этом он не будет иметь у вас дополнительного кулдауна расходки, да, и вы будете постоянно иметь все припасы в примерно одинаковом количестве. Ну и вообще, в принципе, этот дрон выглядит с точки зрения играбельности намного интересней и актуальней. С моей точки зрения. Поэтому для меня лично непонятно, непонятно, вот эта вот вся ситуация с батарейками, да, с их удалением, и при этом теперь потребление расходки будет значительно больше, да, если сравнивать с точки зрения трат, да, на все эти дела, на все эти расходники, то получается, что у нас становится даже все это дело еще и дороже. Ведь если у нас, например, одна батарейка, это потребление как раз таки каждого из одного припасов, да, то есть аптечка, одна броня, ДДшка и нитра, да, ну именно в таком же эквиваленте у нас будет сделан перевод, то здесь у нас увеличение произошло в два припаса, в два дополнительных припаса. То есть это уже, ну, нормальненько, нормальненько может хавать, нормальненько может хавать. И те ребята, которые, например, играют на постоянной основе на ловкаче, через какой месяц будет уже без нитры. Кто играет на защитнике, будет уже без брони играть, да, и, ну, если, конечно, комбинировать и менять дроны, там, с защитника бустера на ловкач, то, ну, наверное, можно избежать этих прям критических проблем. Но все равно данные изменения связаны, вернее, даже не то, что данные изменения связаны, а эти изменения повлекут за собой те проблемы, что вам придется, придется, быть может, даже впервые покупать расходку. Если вы раньше, например, могли получать эти припасы с контейнеров, с челленджей в большом количестве и с проблемами такими не сталкивались, то как раз-таки после таких обновлений и повышенных таких потреблений, ведь в два раза, по сути, в два раза больше припасов теперь у вас будет потребляться, эти проблемы могут появиться. Да, быть может, у кого большое количество батареек, это хоть как-то компенсируется и чуть больше вы времени выиграете, но все равно на дистанции эти проблемы с припасами у вас будут, как ни крути, и, быть может, даже определенному количеству игроков придется играть на бруте. Я не представляю, да, то есть, каково это играть на бруте, когда у вас, например, пулловая легенда, у вас нету припасов, и вы просто берете дрон, который дает вам, ну, по сути, ничего, да, просто возможность прожатия припасов и дополнительную броню и ДДшку, чтобы она была просто двойная. Как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу, да. С такой вот проблемой я уже увидел за три дня, что начали сталкиваться игроки. Так ли это на самом деле, да. Или, может быть, я не прав, может быть, таких проблем нету, и у всех все хорошо с припасами, и, может быть, я вообще наговариваю, да, что у нас будут проблемы с припасами. Напишите, согласны ли вы с моей точки зрения. Если да, то обязательно поддержите данный видос лайком. Да, возможно, 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 продвиньте этот видос, да, и, может быть, какое-нибудь альтернативное решение появится по всему этому поводу у разработчиков, либо же какие-то дополнительные бонусы с припасами, которые можно будет заработать, тоже в ближайшее время появятся в нашей игре. Потому что, с моей точки зрения, припасы после таких обновлений будут тратиться очень и очень быстро. Не забывайте также подписываться на канал, про лайки я сказал, в комментариях свое мнение тоже обязательно напишите. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Пока!